Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня я снимаю видео о женщинах. Сегодня я хочу поговорить о польской женщине, рассказать вам немного, какая она, эта самая польская женщина, какие они вообще в быту, какие они на людях, да, дома и так далее, и тому подобное. В общем, давайте сегодня с вами поговорим всё-таки и выясним, какая же она, польская женщина. Итак, первое, с чего хотелось бы начать, это с того, что польки очень общительны. Польки безмерно общительны. Поверьте мне, что если вы остановитесь в магазине и будете что-нибудь рассматривать, кому обязательно подойдёт какая-нибудь полька и заговорит с вами о погоде, о природе, конечно же, расскажет о своих проблемах и так далее, и тому подобное, они очень любят общаться. Причём это касается не только молодёжи, это касается и пенсионного возраста, и среднего возраста, в общем, вообще очень общительные девушки, женщины, бабушки. Вот, и это, конечно, очень классно, потому что, на самом деле, ну, не часто так, знаете, можно вот подойти в какой-нибудь стране, особенно, знаете, вот Германия, там такие, там Литва, Латвия, Эстония, знаете, такие люди немножко замкнутые, холодные, я бы даже сказала, а польки — это очень открытые женщины, не всегда, так, знаете, вот можно подойти, заговорить и очень-очень долго проболтать. Вот как раз польская женщина — это та женщина, с которой можно проговорить очень долго и обо всём на свете. Следующее — это феминизм. Да, феминизм не чужд польской женщине. Польская женщина чуть ли не с рождения знает, что она должна рассчитывать на себя, она должна работать, она должна там обеспечивать всех и вся, вот. Вот, то есть, понимаете, вот есть в этих женщинах сила такая, знаете, и я не фанат феминизма, боже упаси, но польские женщины в большинстве своём, я бы сказала, феминистки, потому что, знаете, как вот посмотришь и думаешь, как женщина может тянуть столик, понимаете, они настолько работоспособны, они настолько успевают всё, они успевают дома, они тянут дом, они тянут семью, они тянут работу. Причём я вот по своему опыту, да, могу сказать, что, допустим, если вы посмотрите на польских женщин в работе, это, конечно, ну, это фантастика. Они работают, мне такое ощущение, что они вообще не устают, понимаете, там, где мы падаем уже просто снова, потому что уже нет сил, там они ещё способны работать. Я видела женщину, моя мама работала с этой женщиной в одной смене, у неё 6 или 7 детей, при этом она работает на заводе в 3 смены, чтобы вы понимали, да, посменно, 3 смены. Она приезжает, и у неё дома 6 или 7 детей, я точно не помню, и она это всё успевает. То есть польская женщина, это, знаете, такая женщина, которая всё может. В одежде польские женщины предпочитают удобство красоте, это факт. Я вам могу точно сказать, что если дело коснётся макияжа, то польская женщина всегда будет из дома накрашенная, да, вы не увидите яркого макияжа, не подумайте, то есть яркого не будет ничего, но реснички будут подкрашены, там лёгкие тени, лёгкая помада, но всегда выйдет с макияжем, вот, хотя и в большинстве случаев они очень любят отрицать тот факт, что она накрашена. Она будет говорить, нет-нет-нет, я не накрашена, это я такая натуральная. Вот, а вот что касается одежды, то тут я вам уже сказала, что удобство доминирует над красотой, они одеваются очень скромно, впрочем, как и, наверное, вся Европа. Джинсы, удобная обувь, обувь редко вы увидите, кстати говоря, на кабулке, польские женщины предпочитают ходить в удобной обуви, зачастую это кроссовки или вот такая вот анкеточка, да, но никаких там вот таких каблуков, платформ, там, не знаю, платья, это только особый случай. Это свадьбы, это крестины, что-то такое, то есть тогда они одеваются, конечно, красиво, элегантно, в красивое платье. В повседневной жизни вы редко увидите, действительно, очень редко увидите польскую женщину, одетую в платье, одетую в сарафан. Вот говорю по тому, что я видела, чаще всего это брюки, джинсы, шорты и так далее и тому подобное. В общем, все, что удобно и комфортно. Но при всем при этом у польских женщин есть культ. Это культ маникюра и укладки волос. Это, опять же, по срам маникюра, которым я уже снимала и буду еще снимать видео, да, на эту тему. Поэтому польские женщины очень любят красивые ухоженные ногти. Это, я считаю, их культ. Они действительно чуть ли не культивируют красивую укладку, ухоженные волосы и красивый ухоженный маникюр. Это правда, это так и есть. Я считаю, что это круто. Я вам могу сказать точно, что нейлбары в торговых центрах всегда забиты. Очень сложно попасть в нейлбар, понимаете? То есть, если брать, допустим, Украину, то у нас часто кто-то сидит в нейлбаре, но я, допустим, как мастер, да, в отставке. Могу вам сказать, что я бы не пользовалась услугами нейлбара в Украине. Ну, не знаю, не вызывает у меня это доверие, потому что нам все это делают на скорую руку. Ну, не знаю, я во многих не видела должности реализации. В общем, короче, это отдельная история. Но в Польше нейлбары достаточно распространены. И я видела, как там ухаживают за инструментами, как их обрабатывают и так далее и тому подобное. И я бы там сделала себе маникюр. И я вижу, что польские женщины очень часто приходят делать маникюр именно в нейлбар, а не салон красоты. Тоже, кстати, такая небольшая особенность. Вот, так что могу вам сказать, что да, польские женщины в этом плане ухаживают за собой. Очень любят покупать хорошую косметику. Очень любят покупать дорогую косметику. Но наряду с дорогой косметикой они обязательно покупают косметику производства Польши. Я вам скажу, что это даже, ну, наверное, это правильно. Потому что, несмотря на то, что они могут себе позволить купить дорогую хорошую косметику, типа Estee Lauder, да, какой-то такой. Они ценят и уважают свое производство, свою косметику. У них действительно хорошая косметика. И даже, допустим, косметика Jaya. Они очень любят пользоваться кремом Jaya. И я часто видела, что они покупают свою косметику. Это круто, потому что они поддерживают своего производителя. Они не брезгуют это. И я считаю, что это тоже классный плюс. У польской женщины нет культа еды. Это правда. Знаете, у нас в стране принято готовить много, если приходят гости. Это там 10 салатов, там все остальное. Вы не увидите в Польше такого, если... Ну, бывают, конечно, исключения. Но в большинстве случаев даже самый такой, знаете, праздник. Там день рождения ребенка. У нас эти день рождения ребенка, это там... Я повторяю, знаете, куча салатов, куча всего. В Польше это достаточно просто. Несколько салатов, какое-то основное блюдо, мясо. То есть нет такого, знаете, чтобы делать из еды какой-то сумасшедший дом. И это тоже, я считаю, классно, потому что не все женщины любят готовить. Вот. Я не скажу, польки очень любят готовить. Я, кстати, планирую снять вам видео о польской кухне, рассказать о польской кухне. Потому что она очень интересная. Хотя и не для всех. В том плане, что поляки любят жирную еду. Острую, жирную, соленую. В общем, такую, чтобы... Ух! Вот. Но это не значит, что польские женщины любят готовить. Они любят готовить. Они просто делают из еды кульки. И последнее, что мне бы хотелось сказать. Это по поводу того, что польки совершенно не переживают о своей фигуре. Ребят, это на самом деле тоже правда. Я слышала очень много мнения, что это неправда. И они там ходят в спортзал. Они ходят в спортзал. Но, допустим, 60% того, что... Они просто любят себя таким, какая я есть. Да, вот. Я вот есть такая, я люблю себя такой. И да, они ходят в спортзал. Но это не такой большой процент, как у нас. Потому что у меня такой... У нас вообще уже все сошли с ума. Там на спортзалах, да. Там на своей фигуре, все остальное. Польки любят покушать. Польки сейчас, кстати, стали приверженцами того, что пышное тело, это не так и плохо. Вот. И поэтому, ну, достаточно большой процент польских женщин, такие женщины не худенькие. Не такие, ну, в смысле, не худенькие, да. Они не дохленькие, как у нас. Вот. Поэтому, да. Это тоже такая интересная, мне кажется, особенность. Они очень здорово относятся к себе. Они не ждут от себя чего-то там супер-супер-супер-супер. Вот. Если говорить о польской женщине в семье. Я обязательно сниму видео о польской семье. Да, в принципе, расскажу вам о польских семьях. Но именно женщина в семье, да, я могу сказать, что польки, как и поляки, мужчины, семью ставят всегда на первое место. Вы вряд ли увидите женщину, польку, которая поставит выше работу, чем свою семью. Это, ну, это уникальный случай на самом деле. То есть в любом случае, какие бы они не были трудоспособны, как бы, какие бы они не были феминистками, но если дело коснется их мужа, их ребенка, то они всегда будут стоять на первом месте. Они очень заботливые мамы. Они очень заботливые жены. Есть исключения, как и в любой нации. Я знаю, что вы сейчас там напишите, да, там много других, много тех, кто там не заботится. Много, много, ребят, много. Я не говорю, что таких нет. Я говорю о процентном соотношении есть и нет, да, то есть больше хороших, чем плохих. Польская женщина такая же женщина, как и все остальные женщины из любой другой страны. Поэтому мне просто хотелось вам немножко вот приоткрыть эту завесу, да, какую-то, рассказать вам о каких-то особенных. Я надеюсь, что у меня получилось донести до вас эту информацию. Спасибо, что вы посмотрели это видео. Спасибо, что подписываетесь, ставите лайки, продолжайте это делать. Всем самого хорошего, всем самого доброго. До встречи в следующих видео и пока-пока. До встречи в следующих видео.